Здравствуйте! Вы смотрите новости дня. Корреспондент ОРТ и я, Вячеслав Кампе, готовы рассказать о самых заметных событиях региона. Спонсор выпуска – Фармленд. В аптеках Фармленд кэшбэк до 30% на сезонные товары. Обновите вашу домашнюю аптечку с большой выгодой. С кэшбэком покупки в аптеках Фармленд еще приятнее. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом. А теперь главные темы выпуска. Строительство логистического центра и субсидии на выращивание овощей, о чем говорили на заседании областного правительства. Колоссальный шаг вперед. В областной клинической больнице медики впервые провели операцию по пересадке роговицы. Вторичное жилье в Оренбургской области обойдется покупателю дороже первичного. Как изменилась цена на жилье? Тепло родного дома. Груз с гуманитарной помощью отправили в Тотскую военную часть. Никаких больше валентинок. Планируют ли в Оренбурге отмечать День Святого Валентина? Студенты Оренбургского государственного университета вновь займут свои места в аудиториях. С 14 февраля в УЗИ возобновили очные занятия. Напомним, на дистанте студенты находились больше недели с 27 января. Решение о переводе на дистанционное обучение руководство ОГУ приняло из-за участившихся сообщений о минировании корпусов. Отметим также, что все угрозы оказались ложными. А вот в школах Оренбургской области ситуация кардинально отличается. Во многих из них ученики еще с 6 февраля находятся на дистанте. Сейчас обучается онлайн более 5000 школьников. Причина – резкий рост заболеваемости острыми респираторными инфекциями. Он отмечен на 28 территориях региона. Наиболее высокие показатели по числу заболевших в Оренбурге, Бузулуке, Сорочинском городском округе, Первомайском и Сакмарском районах. К другим темам. Бывший замминистра культуры Оренбургской области Анатолий Чехеев, обвиняемый в коррупции, вышел из следственного изолятора. Ленинский районный суд Оренбурга поддержал ходатайство защиты и сменил обвиняемому меру пресечения с содержания под стражей на запрет определенных действий. В частности, бывшему чиновнику запрещено выходить из дома с 10 часов вечера до 6 часов утра. Пользоваться интернетом, звонить по телефону, кроме исключительных случаев. Общаться с участниками процесса по своему уголовному делу. По данным следствия, Анатолий Чехеев с октября 2019 года по апрель 2020 получил 400 тысяч рублей от строительной компании за покровительство деятельности предпринимателя на объектах по нацпроекту «Культура». В ноябре 2022 года Анатолий Чехеев был задержан, а позже отправлен в СИЗО. Отметим, обвиняемый несколько раз тщетно пытался добиться смягчения меры пресечения. Перейдем к официальной повестке. В Оренбургской области увеличат субсидии на производство картофеля и овощей. Такое решение сегодня утвердили на очередном заседании правительства области. Также глава региона Денис Паслер анонсировал строительство в Оренбурге большого логистического центра, который даст региону и инвестиции, и новые рабочие места. Наталья Мороз продолжит тему. Всем здравствуйте. У нас очередное правительство. Повестка у всех имеется. Но от повестки губернатор отступает. Член правительства области объявляет о появлении в Оренбурге нового инвестора. Один из крупнейших российских маркетплейсов построит в нашем регионе распределительный накопительный центр. Общая площадь 120 квадратных метров. Это как 17 футбольных полей. Это приведет к созданию новых рабочих метров. Это трех с половиной тысяч. Это не последний проект. У нас еще у меня идут переговоры с ряда крупных логистических компаний. Я думаю, что они тоже так же вслед за той, которую мы уже строим. Это второй большой проект. Ну и таким масштабом у нас первый класса. А 120 тысяч квадратных метров. Два этапа у нас. Объектов таких не было. Центр появится на территории особой экономической зоны Оренбуржья в областном центре. Начало реализации проекта – второй квартал этого года. Ну а теперь по повестке дня. Первый вице-губернатор, министр сельского хозяйства Сергей Балыкин выносит на рассмотрение семь вопросов. Главный из них касается фермеров. Увеличивается поддержка на производство, картофелеводство и овощеводство. Субсидии получат и те, кто занимается элитными сортами, и те, кто выращивает овощи в личном подсобном хозяйстве. Если в прошлом году на эти меры выделялось порядка 17 миллионов рублей, то в этом в три с половиной раза больше – 58 миллионов рублей. Для нас это очень важно. Это важно и для сельхозстаропроизводителей. Это важно и на… должно в целом повлиять на конечную цену продукта, на так называемую цену овощепорщевого набора. Поэтому считаю, что сегодня, как никогда, эта поддержка своевременная, она начнет работать уже в ближайшее время. Всего на заседании рассмотрели свыше 30 вопросов. В завершении глава региона призвал муниципалитета не жалеть силы и технику и своевременно убирать снег в территориях. Наталья Мороз, Игорь Бероев, Новости дня. Колоссальный шаг вперед к восстановлению зрения. Впервые в Оренбургской областной клинической больнице имени Войнова медики провели операцию по пересадке роговицы. Она позволит вернуть пациенту утраченное зрение. Наша съемочная группа наблюдала за процессом. Все подробности из операционной в репортаже. Пациенту с патологией роговицы с минуты на минуту собираются пересадить роговицу донором. Оборудование и материалы к операции готовы. Хирург на работу настроен. Операция по пересадке роговицы уже началась. Пациент под наркозом. Она займет примерно час и позволит вернуть зрение человеку. Это первый такой опыт в медучреждении. Микроножом хирург срезает поврежденную роговицу. На ее место медик определяет роговицу донором. Накладывает вручную микрошвы. Это буквально ювелирная работа. Важны внимательность и четкость действий. Приживаемость материала 98%. Операцию по пересадке роговицы с оптической целью в Оренбургской областной клинической больнице имени Войнова проводят впервые. Курирует работу один из ведущих офтальмологов России. Доктор медицинских наук профессор Андрей Золотаревский. Он подчеркивает, патология роговицы – одна из главных причин первичной инвалидности по зрению в России. И такая операция по пересадке передней части глаза позволит многих пациентов вернуть полноценные жизни. Это колоссальный шаг вперед. Это принципиальный поворот в развитии высокотехнологичной медицинской помощи. Вот эти вот люди после такой операции получают полноценную остроту зрения. Они могут гулять по улицам, видеть вот этот вот прекрасный снег, голубое небо, хорошую погоду, получать удовольствие от жизни. Они не нуждаются в сопровождении. Такая операция носит название кератопластика. В нашем регионе потребность в ней высокая, говорит главный внештатный офтальмолог Министерства здравоохранения Оренбургской области. Некоторым пациентам приходится делать ее за пределами области. Перспективы внедрения новшества радуют. Мы смотрим с оптимизмом, это новый шаг, мы к нему шли. Мы работали над этим, мы отобрали большую группу людей. И наша сегодняшняя совместная работа уже планирует наши действия на весь текущий год. То есть мы отобрали пациентов на работу дальше. Первая операция по пересадке роговицы с оптической целью в больнице завершилась успешно. Швы снимут через полгода. Но пациент начнет видеть уже через несколько дней. Операция бесплатна, она входит в перечень оказания высокотехнологической помощи. Елена Ерёна, Андрей Булатов, Новости дня. Новый год – новый способ уплаты налогов. С 1 января в России вступила в силу новая система учета платежей в бюджет. Насколько нововведение облегчило жизнь бизнесу и простым россиянам, и какие вопросы возникают у налогоплательщиков, расскажем далее. Если ранее налогоплательщик был обязан заполнять 15 реквизитов, то с 1 января всего три. Это, по мнению специалистов, значительно упростит жизнь физическим и юридическим лицам. Раньше, например, самостоятельно исчисляли они себе РСВ, индивидуальный предприниматель исчисляет себе страховые взносы, делает отдельную платежку на нее, потом, например, исчисляет себе НДС. То есть сейчас это все делается единым платежом, подается один документ, и налоговая служба уже сама смотрит из этой суммы, как взять на разные платежи. Первый месяц работы показал, что у налогоплательщиков, особенно у юридических лиц, остались вопросы. На федеральном уровне принято решение создать в регионах совместные информационные группы налоговой инспекции и Общенародного фронта. За две недели у нас было буквально пять вопросов. К нам в основном обращаются это юридические лица, то есть предприниматели наши оренбургские. Их волнует вопрос, могут ли, например, они оплатить по старой системе, или же деньги почему-то уже они заплатили, и вдруг еще возникает вопрос, что у них остался еще долг. Ну то есть это сразу же вопрос решается мгновенно. Оренбургских предпринимателей смущает тот факт, что все налоговые платежи теперь уходят в Тулу. Однако, как отметили в налоговой службе, город оружейников не станет от этого богаче. На федеральном уровне принято решение операторам всех налоговых поступлений в стране сделать управление Федерального казначейства по Тульской области. Из этого региона средства будут перечисляться в бюджеты всех уровней России. Сейчас ненадолго прервемся, и вот что увидите во второй части программы. Не переключайтесь. Вторичное жилье в Оренбургской области обойдется покупателю дороже первичного. Как изменилась цена на жилье? Тепло родного дома. Груз с гуманитарной помощью отправили в Тотскую военную часть. Никаких больше валентинок. Планируют ли в Оренбурге отмечать День Святого Валентина? Это новости дня, мы продолжаем. Вторичное жилье в Оренбургской области обойдется покупателю дороже первичного. За 2022 год цены на рынки недвижимости менялись значительно. Еще в январе прошлого года ситуация диаметрально отличалась. Оренбург по итогам июля 2022 года занял первое место по темпам прироста цен на вторичное жилье в России. Теперь такой вид недвижимости обойдется дороже новостроек в среднем на 5%. При этом объемы строительства многоквартирных домов сократились почти на треть. В 2022 году в эксплуатацию введено 38 объектов, в которых квартир порядка 7 тысяч, совокупной площадью более 300 тысяч квадратных метров. В среднем ежедневно строители сдавали 18 готовых квартир, что на четверть меньше, чем в 2021 году. Площадь квартир введенных за год объектах по сравнению с 2021 годом уменьшилась. Кроме Оренбурга вторичка превосходит первичку в цене во Владивостоке, Севастополе, Саратове и Махачкале. В остальных городах квартиры в новостройке выше в цене. По данным издания Коммерсант, в начале года таких городов было больше 12. В среднем, по данным аналитиков, первичка выросла в цене на 16%. Вторичное жилье почти на 10%. Теперь к новостям с Востока области. Прокурор Ленинского района через суд обязала администрацию Уорска организовать централизованную систему холодного водоснабжения в поселке Звероферма до 1 сентября, сообщает пресс-служба прокуратуры Оренбургской области. Напомним, проблема возникла в мае 2022 года. По водоводу, что несколько лет питал целый поселок, перестала поступать вода. И люди оказались в сложной ситуации. Инвалиды, пенсионеры, рабочие решали проблему как могли. Летом мэрия привозила ржавую воду для бытовых нужд. Кто-то возил из города, другие ждали снега, чтобы можно было его топить. Этим вопросом заинтересовалась Орская прокуратура. Защиту прав местных жителей прокуратура Ленинского района обратилась с исковым заявлением в суд с требованием обязать орган местного самоуправления организовать водоснабжение жителей поселка Звероферма. Решение суда в законную силу не вступило. Прокуратура района проконтролирует фактическое исполнение решения Октябрьского районного суда города Орск. Орская администрация обязана обеспечить жителей поселка Звероферма функционирующим водоводом до 1 сентября. До тех пор будет осуществляться подвоз воды. Все, что остается людям сейчас, ждать, когда в поселке вновь появится свой источник. Тепло родного дома. Акцию с таким названием инициировало женское движение «Единой России». Главная цель – поддержать наших военнослужащих, которые сейчас отстаивают честь Родины в зоне специальной военной операции. Накануне груз с гуманитарной помощью отправили в Тотскую военную часть. Подробности далее. По две-три коробки в руки и меньше, чем за час солдаты вместе с представителями партии «Единая Россия» разгрузили полный камаз с гуманитарной помощью. Шоколад, печенье, чай и еще ряд различных продуктов, собранных с душой и любовью. Это и есть тепло родного дома. Главная цель – поддержать ребят, которые находятся в зоне СВО. Инициатором акции было женское движение «Единая Россия». Акция объединила все предприятия области, общественные организации. Простые жители приносили подарки, содержимые, кто-то целые. Целые предприятия, профсоюзы активно подключили, совет женщин активно подключился. То есть акция стала поистине народной. И огромное количество подарков, которые собраны, волонтеровским корпусом расфасовано, подготовлено. И вот уже передается. Семь тонн гуманитарного груза, в них больше тысячи подарков. Уже на днях посылки отправятся в 385-ю артиллерийскую бригаду. Надо понимать, что там нету магазина, что можно выйти, что-то купить, приобрести. И поэтому обращаются люди. Поучаствовать в акции может любой желающий, до 15 февраля включительно. Каждый может выбрать удобный для него способ помощи. Принести уже готовый подарок или что-то из набора продуктов. Список необходимого на ваших экранах. Точка сбора гуманитарной помощи – проспект Парковый, 2. Спасибо! Юлия Тюшевская, Георгий Бурлуцкий. Новости дня. К другим новостям. Никаких больше валентинок. В России социологи и психологи отмечают снижение интереса ко Дню всех влюбленных. За последние 15 лет популярность этого праздника упала в 4 раза. Отмечать этот день планируют лишь 12% россиян. А интересен ли этот день для оренбуржцев? Алена Круглова разбиралась в теме. По данным аналитиков, День Святого Валентина в 2007 году в России отмечал практически каждый второй. Популярность праздника стала снижаться в 2009. Лишь 40% влюбленных обращали внимание на дату. Уже сегодня всего 13% устраивают торжества. Сторонники праздника в основном женщины, возрастная категория до 34 лет. Наверняка многие из нас помнят, как в школьные годы активно готовились ко Дню всех влюбленных. Скупали валентинки, которых тогда было многое множество и на любой вкус. А уже сегодня я сижу и вырезаю сердечко из картона. Кстати, а почему я не пошла и не купила уже готовую валентинку в магазин? Ответ напрашивается сам. Это результат того, что производители сократили число открыток из-за возможного низкого спроса. Однако оренбургцы от Валентины к 14 февраля отказаться не смогли. Здравствуйте. Расскажите, есть ли у вас валентинки или открытки ко Дню влюбленных? Вы знаете, вчера накануне уже все разобрали. То есть спрос большой. Действительно, покупали школьники, покупали взрослые, покупали даже, бывало, пожилые покупатели. Поэтому сейчас практически ничего не осталось. Сейчас на витрине лишь стандартные открытки. Сотрудники магазина полагают, до конца дня не останется и их. Средняя цена в этом году за поздравительную открытку – порядка 50 рублей. Ежегодно в этот день мужчины радуют своих возлюбленных цветами. Их не смущает даже выросшая цена. За год примерно 20%. Стандартный букет в коробочке – около полутора тысяч рублей. Флорист Наталья Ефремова рассказывает, ходовой ли товар – букет цветов в день всех влюбленных. Спрос на цветы, как всегда, высок. Мужчины очень любят дарить цветы своим дамам. Поэтому целый день у нас посетители идут, заказывают также по интернету. В центре флористики ожидали покупателей и готовились к этому дню. Оформили витрину, где букеты на любой выбор, в форме сердец со сладостями. Кроме спроса на цветы и валентинки, ежегодно к 14 февраля – ажиотаж в ЗАГСах. Чтобы быть связанными узами брака в красивую дату, арилбуржцы записываются на регистрацию за полгода. 20 пар у нас сегодня зарегистрировали свой брак. Это по сравнению с прошлым годом практически на 6 пар больше. И хочу сказать, что сегодня свадьбы все, как ни странно, очень такие веселые, шумные. Особенно с утра было в 9 часов свадьбы, у нас было в 9 часов регистрации. Настолько шумно отметили. Среди оренбуржцев День Святого Валентина остается весьма популярным. И даже тот факт, что праздник этот пришел к нам с запада, не становится преградой для всех влюбленных пар. Алена Круглова, Игорь Бероев. Новости дня. На этом пока все. Напоминаю еще больше информации на нашем сайте orttv.ru. Присоединяйтесь и к группам телеканалов в социальных сетях. Наш эфир продолжает День с ОРТ, а я с вами прощаюсь. Всего вам доброго. Фармленд. Кэшбэк. Совершайте покупки в аптеках Фармленд и получайте кэшбэк до 30%. Кэшбэк. Для вашего здоровья. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...